Ну давайте проанализируем итоги этой пленарной недели с непосредственными участниками событий. Алена Шкрум, народный депутат из фракции Батькивщины и Алексей Гончаренко, замглавы крупнейшей парламентской фракции Блок Петра Порошенко. Сегодня в гостях подробности недели. Здравствуйте, спасибо, что нашли время. Первый вопрос у меня для вас обоих. Какие у вас первые впечатления от государственного бюджета? Готовы ли вы его поддерживать? Алексей, можете начать. Бюджет не может нравиться или не нравиться, потому что он всегда будет не нравиться, всегда будет мало. Бюджет, самое главное, должен быть реалистичным. Этот бюджет, мне кажется, реалистичным. Это главная его характеристика. Больше 200 миллиардов на оборону и расходы развития, все это позволяет смотреть на него с уверенностью. Алена, ваш короткий ответ? Категорично мы не будем голосовать за бюджет. Мы не голосовали ж одного раза, потому что мы не погоджуемся с стратегией. Бюджет – это выраженная в цифрах стратегия, как будет жить страна, если умеете читать эти цифры, весь наступный год. Так вот, страна будет жить так, как говорят сейчас международные эксперты и инвесторы. У нас миллиарды долларов, не гривен, втрачаются на митнице. Это пораховало немецкое независимое агентство. У нас найдорожшее бюджет в мире через формулу «Проттердам плюс», которую сделал прямо Порошенко и его партнер Ахметов. А при этом в бюджете не хватает денег на социальные выплаты. Вы хорошо, что вспомнили про социальные расходы против увеличения этих статей в бюджете, настаивает Международный валютный фонд. Алексей, у меня к вам вопрос тогда такой. Вот эти новости о том, что переговоры с МВФ, скажем так, мягко говоря, усложняются. Как это может повлиять на бюджетный процесс в этом году? Кредиторы будут настаивать на жесточайшем варианте. Впереди у депутатов предвыборный год. Будут настаивать на том, что хотя бы социальные выплаты нужно увеличить. Вот из-за этого перетягивания каната 226 голосов. Удастся набрать все-таки за этот документ или нет? Знаете, давайте ответим на главный вопрос. А почему нам так важен МВФ? Честно говоря, мне и большинству депутатов 100 лет был бы не нужен. Если бы не одно «но». У нас колоссальные долги. И долги это набрало правительство Тимошенко и Азарова с цифрами. На момент, когда Юлия Тимошенко стала премьером, государственный внешний долг Украины был 14 миллиардов долларов. Через два года, через два года всего, он стал 40 миллиардов. Утроился. Плюс 26 миллиардов долларов. Куда они делись? Украли, растрынькали, что с ними случилось? Я хочу сейчас обратить внимание зрителя о том, что все-таки, как был я прав в своем предположении о том, что следующий год будет только борьбой, а не реальным ответом. Так есть реальность. Извините, я задал вам конкретный вопрос. Я не сторонник ни Юлии Тимошенко, ни Петра Порошенко, никого. Я должен быть задан всеми. А я сторонник цифр. Но я хочу, чтобы вы отвечали на мои вопросы. Отвечаю на ваш вопрос. Бюджетный процесс, переговоры СМВФ усложнят или нет? Почему нам необходимы переговоры СМВФ? Потому что в следующем году нам необходимо выплатить 417 миллиардов гривен долгов и обслуживания долга. Поэтому нам необходимы переговоры СМВФ, потому что сама страна не вытянет это, невозможно. И нам необходима помощь кредиторов. Поэтому мы обязаны вести эти переговоры. А так бы они нам не нужны были бы. Поэтому насчет 226 голосов. Если в парламенте есть 226 людей, которые понимают, что в их руках ответственность за страну, то у нас будет бюджет. Если у нас в парламенте люди, которые только интересуются грядущими выборами, и им чем хуже, тем лучше, то бюджета у нас не будет. Только от этого не выиграет ни украинский врач, ни украинский учитель, ни украинский военный. Алена, как вы считаете, власть согласится на любые требования МВФ, лишь бы получить этот транш? Я имею в виду, хотя бы по бюджету на сегодняшний день. Дивите, сегодня у нас был большой экономический форум, где модератором выступала Юлия Тимошенко. И мы там говорили, как раз не про лозунги политические, а мы говорили, как наповнить деньги в бюджет. Как найти эти деньги. Потому что они у нас есть. Они у нас фактически лежат в коррупционных дырках под ногами. Я только что проверила цифру, 5 миллиардов долларов на митнице, подраховало немецкое агентство, мы втрачаем через коррупцию на митнице. Так вот, Петро Алексеевич Порошенко не может на 4-м году сказать, что вынен кто-то другой. И уже он не прокатывается. Алена, я сейчас вам делаю то же замечание, которое делал минуту назад Алексею. Не можно мне здесь предвыборной агитацией. Мы не можем быть затиснуты весь час между МВФ и украинским народом, которому нужно как-то дыхать. Поэтому нам нужно поднимать малий средний бизнес. Нам нужно шукать деньги в бюджет. МВФ не требует от нас больных реформ. МВФ требует, чтобы мы могли повернуть деньги. Тут я, до речі, погоджуюсь. Но чтобы повертать деньги, не можно, чтобы вся страна затягивала паски, кроме Ахметова и пана Порошенко. Ні, нужно шукать, где дать дыхать малому среднему бизнесу. Если бы Порошенко это делал 4 года назад и делал то, что он говорил в своей промове, то мы бы жили в другом стране и мы бы давно повернули МВФ борги. До речі, Юлия Тимошенко была единственным премьером, друзья, это вы можете проверить, который брал, по-перше, кредиты у МВФ под очень низкие процедки и повертал. А по-друге, брала 2 миллиарда, которые не нужно было повертать. Без поворотной допомоги. Потому что ей доверяли, потому что доверия была до уряду набагато больше, чем до потратных сил. Я не знаю цифры. Друзья, друзья, закончили нашу выборную агитацию. Поймите, наконец-то, и вы, и все ваши коллеги-политики. Людям не интересно слушать, что было и кто, по вашей версии, виноват. Давай поговорим о том, как наполнивать бюджет. Вы выиграете выборы только в том случае, если вы будете предлагать вариант, что вы готовы сделать для того, чтобы стало лучше. Точка закрыли этот спор. Еще одну тему хочу обсудить с вами эту неделю. Одно слово по бюджету. Вы знаете, что к концу... Я ни слова не говорю про оппонентов. К концу 2019 года, согласно этому проекту бюджета, с нынешних 60% внешнего долга, 60% от ВВП, мы должны перейти к 52%. Вот вам ответ, что делать. Мы хотим отдавать долги и снять, наконец-то, эту долговую удавку с горла Украины. Хорошо, спасибо. Еще одна тема этой недели. Очередная порция изменений в Конституции. Судя по событиям этой недели в парламенте, 300 голосов, в общем-то, скорее всего, найдется. Но, вот видите ли вы, что это будет не просто декларацией, вот эти изменения в Конституции Украины, а реально вот эти изменения на что-то повлияют, если можно коротко. Коротко. Корабль, который никуда не плывет, никогда никуда и не приплывет. Мы должны определить свою цель. Если наша цель Европа, это надо прописать в Конституции Украины. Президент это предложил, и я очень рад тому, что 321 народный депутат, не странно, все противоречия объединились вокруг этой инициативы. Алена. Коротко. Юлия Тимошенко была премьером, яка подписывала как раз подание до НАТО, что до надания нам ПДЧ, да, плану дей. Тому, конечно, мы это поддержали. Я там по-різному могу сказать, как я это считаю, чи выборчим пиаром, чи нет, но мы это поддержали. Это правильная инициатива, не смотря ни на что. Единственное, что я 4 лет в своем жизни работала, жила и училась в Европейском Союзе. Так вот, ЕС и НАТО, это не срочка в Конституции. ЕС и НАТО, это равные правила для каждого, единственный закон для всех, и для президента, и для олігарха, и для обычной человек, и нормальный уровень жизни. Вот про это лучше Порошенко 4 лет думал, а не перед фактическими выборами, сказав там про веру, мову, армию и смены в Конституцию, которые людям не дадут реально сейчас, на жаль, ничего. Понятно. Заканчиваем этот блок, но не заканчиваем общение с вами, потому что хочу еще обсудить еще одну тему. После 4 лет задержки, Верховная Рада все-таки обновила состав Центра Сбиркома. Но и это не удалось сделать так, чтобы никто не смог обвинить депутатов в нарушениях. Несколько статей регламента, несколько статей Конституции. Давайте посмотрим, как меняли комиссию. Продолжаем разговор с Аленой Шкрумой и Алексеем Гончаренко. Алена, вопрос теперь первый к вам. Вот смотрите, ну вот с одной стороны, старых членов комиссии, которых невозможно уже было не уволить, наконец-то уволили, хоть мы ждали этого 4 года. Но в то же время не уволили настолько чисто по букве закона, что все-таки Конституционный суд будет еще разбираться в этой историю. Для вас в этих событиях больше негатива или позитива все-таки для страны? Для меня это показывает время, потому что я голосовала за звольнение, безусловно, Порошенко мог подать поддание на звольнение, и мы должны было звольнение 4 года назад. Вместо этого он, на жаль, раздавал ордены Охендовскому, уже когда был президентом. Но призначение мы увеличили склад, ну не мы, а коалиция, мы за это не голосовали, с 15 до 17, только потому, чтобы у президента была там большая. То есть мы заменили нелегитимную, незаконную, абсолютно уже завершенную с повноважениями ЦВК Януковича, на ЦВК, где большая часть будет у Порошенко. Я просто сподіваюсь, что там будут достойные люди, не смотря на то, что они там люди, так званые, Порошенко, которые не дадут узурповать владу, фальсифицировать выборы. Часто это покажет. Алексей, почему нельзя было провести обновление Центра Сбиркома, которое нужно было, безусловно, проводить, но без нарушений? Почему нужно было давать вот эту зацепку, чтобы в этот процесс мог еще войти и Конституционный суд? И что будет, например, если, скажем, после первого тура президентских выборов, внезапно возникнет Конституционный суд и скажет, что Центр Сбирком назначен не Конституционный. Никакой проблемы, я уверен, нет. Но жизнь только покажет ответ на ваш вопрос. Но я бы хотел обратить ваше внимание. Мне кажется, что моя коллега, в общем-то, не очень искренна, потому что, когда она говорит, что нам не нравится, как это произошло, но мы голосовали. Я не понимаю, как так может быть. В моем родном городе об этом говорят и в вашем тоже. Или трусы надели, или крестик с ними. Потому что так не бывает. Если все неправильно, так не надо было голосовать. Если вы голосовали, значит, ничего неправильного там нет. Ну, на жаль, мы выбираем это с двух зол. Поэтому я закончу свою мысль. Я считаю, что на этой неделе для страны произошло позитивное событие. Мы обновили состав Центральной избирательной комиссии. Там абсолютно все новые люди. И ни по одному из них, заметьте, мы год обсуждаем их кандидатуры, ни по одному из них у нас нет фактов об их недобросовестности, непорядочности, непрофессионализме. Значит, у нас есть надежда, что у нас появилась ЦВК действительно европейского уровня. Ну, точно она лучше, чем действовавшая до того. Кстати, есть еще один, возможно, маленький, возможно, немаленький момент, который, возможно, может повлиять на начало работы нового Центра избиркома. Деньги на двух новых членов Центральной избирательной комиссии. Когда выделять собираются? Это в бюджете должно быть предусмотрено, но два новых члена Центральной избирательной комиссии не стоят каких-то заоблачных денег и средств. Там цена вопроса что-то около 10 миллионов. Я думаю, что на самом деле меньше цифра, но я не готов сейчас это с вами обсуждать. Вообще, почему 15 или 17 или 13, с моей точки зрения, это не принципиально. Принципиально, чтобы Центральная избирательная комиссия исполнила свою роль. Легитимно, честно посчитать голоса людей, объявить результаты. Знаете, в чем может быть принципиально, вот это увеличение количества на два? Это в кворуме, который необходим для принятия решений Центральной избирательной комиссии. Две трети раньше от 15 было очень легко посчитать. Это 10 человек. От 17, ну, 100%. Никакой проблемы нет, в законе прямо прописано, что считается кворумом. Нам сказано, две третины с количеством. Поэтому такой проблемы нет, Алексей. За это можно вообще не переживать. Такая проблема есть, потому что, так, я юрист, потому что больше двух третин, это значит, больше 11 людей. Потому что 11 людей, это не две третины, да? Там две третины, это 11 и 3. Даже если взять две трети от 15, я считал, это 11 и 33. 11 и 3, да, да. То есть, это не школьный учебник математики. Пока у вас не пойдут суды за эти 33 соты. Ну да, в принципе, что они сделали? Они написали, что 2 плюс 2 будет 5. В законе прямо написано цифры. Дивите, я одну фразу скажу. Петр Алексеевич очень часто ставит в парламенте такую умову, что або ничего вообще, або так, как я сказал. И только так. Так было по Державной службе, так было по прокурору генеральному, або старый генпрокурор, або без юросвити, так по ЦВК. У меня просто сподівание, что, оскільки в ЦВК есть достойные люди, в том числе наш представник, что они смогут контролировать эту историю. Но, ну, с точки зрения судей, я боюсь, что если Петр Алексеевич захочет стать другим Януковичем, то он будет использоваться ЦВК и вообще не встанавливать результаты выборов. Справанных ЦВК. Очень короткий коментарий. А в народе Украины, который никому не позволит стать вторым Януковичем, даже канцлером, как кому-то себе видится это, в стране будет система сдержек и противовесов, которую выстроил президент Порошенко, и она, безусловно, останет. Но здесь соглашусь, по крайней мере, дважды уже этот народ не позволил, в общем-то, такие манипуляции. Спасибо вам за ответ. Алексей Гончаренко, Алена Шкрум отвечали на мои вопросы. Мы продолжим. Продолжение следует...